Доброго утра! 3 февраля нидерландский саунд-художник Андреас Кюне представит в Екатеринбурге звуковую интерактивную инсталляцию. На ее создание его вдохновил уральский конструктивизм, где располагался объект, как и будет располагаться, как он выглядит, в общем, об этом узнаем подробнее сейчас. Ну что, давайте знакомиться, это же просто что-то потрясающее и невероятное у нас происходит в городе. Саунд-художник, композитор, музыкант, звукорежиссер Андреас Кюне и куратор международных проектов Арсений Кибенко. Доброе утро! Доброе утро! Всем доброе утро! Что это за интерактивный такой объект и как с ним можно взаимодействовать? Вот такой вопрос. Да, это такое, это инсталляция, называется инсталляция. Это представляет из себя такую систему из сенсоров, педалей, бесконтактных датчиков. И мы можем слышать уральский конструктивизм, взаимодействуя с этой инсталляцией. Я могу предоставить слово Андреасу, могу переводить, потому что автор сказал сам за себя. Да, конечно, нам безумно интересно. Да, можно сказать несколько слов о инсталляциях? Да, конечно. Это вообще функционирует в двух способах, в связи с интеракцией. Когда ты посетитель, ты ходишь внутрь, то инсталляция имеет свою собственную звук. Но если ты начнешь интерактивировать, то ты можешь менять эту звук в что-то, которое ты персонализируешь. Работает двояко эта схема, что она работает сама, она издает сама звуки. Как инсталляция, она налагается звуки сами. Но если вы начинаете с ней взаимодействовать, она отвечает вам. Каждый раз немножко по-разному. И вы можете быть частью этой. А какие звуки можно услышать из инсталляции? Что это напоминает? Какие звуки у нас есть? Ну, вообще, вы можете услышать звуки из конструктивистских здания. В Екатеринбурге. И с группой локальной творчества и производителей. Они проводили field-прекорации с объектами в этой здании. И я создавал электро-акустические композиции из этих звук. Мы услышим настоящие звуки конструктивизма, записанные в конструктивистских домах. Это целый архив записан волонтерами под руководством Андреаса. Вы можете услышать все от металлических каких-то деталей 30-х годов, скрипы паркетов и вот такие мелочи. Но они были преобразованы в электро-акустическую композицию Андреасом. И сейчас это музыкальная композиция. При этом каждый раз вот эта инсталляция будет индивидуальной, потому что, да, с ней можно взаимодействовать. И это изменит, когда вы интеракт с ней? Да, да, definitivamente. В общем, когда вы входите, есть композиция. И когда вы начнете двигаться с вашими руками, есть лазер-сенсоры. И вы можете, например, из-за эффектов в музыке. И иногда вы функционируете как партнер, скажем, из инструментов. И иногда вы более из-за кодектора, как и орхестра. Благодаря лазерным сенсорам вы меняете эффекты, меняете звуки, меняете тональности. И вы переключаете роль инструменталиста на роль целого дирижера, индустриального оркестра. У нас есть, кстати, небольшой фрагмент. Мы предлагаем нашим телезрителям тоже погрузиться в это арт-пространство и немножечко посмотреть, как это все происходит. Сразу скажу, что мороз идет по коже, потому что такие звуки среди ночи услышать. Такие мистические... У меня, кстати, не создалось такого впечатления. Мне понравилось, это что-то новое такое. Прикольно. Но это просто ты не ночью их слышал. А вот ночью услышать, я думаю, что будет очень мистически звучать. Можете приходить и ночью. Какая основная идея у инсталляции, вот про что это? Наверное, у каждого художника все равно есть что сказать на этот счет. Какая основная идея для арт-пространства? Что ты хочешь сказать? Ну, для меня, арт-пространство относится с конструктивизм в смысле, что это понимание. Это относится с тем, когда много существующих структурами могли быть ре-надименными. И я думаю, что сейчас с инсталлением, в общем, присутствует как карпет-билот. И у нас есть традиция, что в сентябре будет выходом в снег, бежать на карпет. И я думаю, что это интересно, что это место, где разные домы находятся. И они берут что-то из-за дома, они берут на карпет. Но этот объект, который карпет бедер, обычно используется для детей или в отличный способ. Поэтому, в инсталлении тоже хочет выражаться в отличный способ и реимагировать, что есть возможности. Что-то новое, смотрим под новым углом. И также мы можем на ковре, который тоже будет специально изготовлен в Академии в Нидерландах, специальный ковер, это часть инсталляции. Мы можем рисовать новые узоры. И вот это Андреаса интересует творчески больше всего. Это авангардный настрой, как появление чего-то нового, как импровизация, как нововведение и художественный стим. Но самый, наверное, главный вопрос – почему Урал? Почему конструктивизм? Но Россия большая, если вообще выбирать среди России. Почему именно наш город? Почему вы выбираете «Экатемия»? Почему конструктивизм? Почему вашу роль? Ну, честно говоря, моя практика – это проявляет импровизация. Я не знаю, по-прежнему, что конструктивизм. Но я был контактен по «Урал Байяно» и «Авангард Территорий», если я хочу работать здесь. Потому что я в Мурманске работал в Мурманске И люди знали меня. И я был очень интересен в этом «Авангард-майнсете». И я видел много связей с моей артистической практикой. И было очень интересно работать вместе с исследователями из «Авангард Территорий» и посмотреть, как эти здания представили новые формы в городе. Андреас – импровизатор и композитор. И когда он связался со специалистами по «Авангарду» и с исследователями, он заинтересовался именно вот этим «Авангардным настроем». И поскольку он не специалист именно по конструктивизму, но он специалист в области импровизации и композиции, он решил, что он может свои умения и свои навыки на этом поле расширить и преобразить. И поэтому поучаствовал в проекте «Территория Авангарда», который его пригласил с радостью. Еще интересный момент. Как собирались эти звуки? По-моему, у нас есть фотографии. Расскажите чуть подробнее. Как мы собрали звуки? Обычно я и работаю на местах. Но сейчас, с COVID-19, я должен работать в ремоте. И мы были открытым звонком и пригласили людей, чтобы участвовать в проекте и делать снимки. Обычно Андреас работает сам, импровизирует на локациях и записывает звуки на местах. Но сейчас, потому что есть ограничения, он не смог приехать и сам записывать. Поэтому у нас была заявка для волонтеров. Мы собрали 10 человек. Привет всем волонтерам. Они записали, были обучены Андреасом онлайн, как это сделать. Они отправились на локации в Екатеринбурге и в области. Тоже у нас есть поселок Сокол. Оттуда были записи. И они собрали эти звуки и сделали звуковой архив. Как долго будет длиться инсталляция? Как долго она будет жить в Екатеринбурге? Это локация на Ленина 52. Собирается быть большим творческим кластером. Это курируется музеем истории Екатеринбурга. Наша инсталляция открывает вот это новое пространство и продлится около двух месяцев вот это наше событие. Может быть больше. Это будет зависеть от реконструкции внутри здания. Но два месяца или больше мы вам обещаем. Так, ну и все. Приглашайте. Когда открытие? Как прийти? Куда прийти? Что прийти? Кому прийти? 3 февраля Ленина 52. Это здание бывшей поликлиники. 19.00. Ждем всех на открытии. Будет сам Андреас. Будет инсталляция. Будет встреча. Будет Сергей Каменский, директор музея истории Екатеринбурга. Шампанское. А вы будете? Конечно. Самое главное, инсталляция будет. Ради этого же все придут. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли к нам в эфир. И вам отдельно за то, что выбрали наш город и сделали такое необычное пространство, на которое мы в ближайшее время обязательно с вами отправимся. Да, а у нас в гостях был Андреас Кюнен, нидерландский саунд-художник, композитор, музыкант, звукорежиссер, а также Арсений Кибенко, куратор международных проектов. Спасибо за просмотр!